Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Валерий Бовсуновский. Значит, друзья, мы с вами... Сейчас, секундочку. Мы с вами изучаем Джанг-2, изучаем очень подробнейшим образом. И при этом этот курс, конечно, отличается. Вообще есть две причины, почему важно быть в школе. Ну, первая причина за эти годы. Ребята постоянно пишут, что узнают новое. То есть вы занимаетесь в своем ритме, используете разные материалы, но школа делает для вас несколько вещей. Первая вещь. Всех, кто занимался в школе, начали программировать. Я, по крайней мере, либо не знаю, либо не встречал людей, которые бы бросили язык вообще. Потому что материал подносится очень подробно. Вторая важная причина, которую я уже сказал, что очень подробное рассмотрение. Но этот курс мы рассматриваем совсем другим ракурсом. То есть, когда вы посмотрите все курсы, их более 10 суток, то, конечно же, писать вы будете. Здесь идет иное рассмотрение. То есть упор я делаю на глубокое изучение Джанга. Но чтобы было глубокое изучение, не было страха никакого, то мы сразу добавляем большое количество инструментов. С первых шагов. Во-первых, неважно в какой системе вы работаете. Windows, Linux или Mac. Мы работаем со средой разработки PayCharm. Она одинакова для всех. Первый инструмент – это PayCharm. Здесь очень много настроек. Потихонечку разбираемся. Второй инструмент – это Git. То есть мы работаем с Git. Зачем? Для того, чтобы вы всегда могли сохранить копию. Для программирования нового проекта, создать новую ветку. Мы все это рассматривали. У нас есть все курсы подключения Git. Все-все есть. Так вот. И если что-то пошло не так, да удалили эту ветку и черт с ней. Но у вас всегда есть живой проект. То есть страх программирования отходит на задний план. Во-вторых, Git надо изучать желательно с первых шагов. Потому что для новичка, вот по этой причине, что всегда разработали код до определенного момента, это рабочий проект. Чтобы идти дальше, мы всегда с вами пользуемся такой вещью, как создаем веточку. Создали новую веточку. У нас создается копия полностью проекта. Начали писать новый код. Заработало. Слили с нашим основным проектом. И так далее. Тут много возможностей изучить. Вы чувствуете себя действительно программистом. Это одна из моих главных целей, чтобы так происходило. Следующий инструмент, который мы начали применять с первых шагов, это инструмент Jupiter. Jupiter. Jupiter Nobook. То есть, данный инструмент это возможность и на страницах, ну, например, Джон Гошелл. То есть, это как командная строка, но круче. Почему? Командная строка, ей можно пользоваться, да, Python-консоль. Но как только вы закрыли пейчаром, все стерлось, забыто. Здесь у вас все остается. И остается как документ аэропайтона. То есть, вот мы работаем с моделями и мы начинаем рассматривать. У нас есть возможность кроме работы использовать Mark Dove. Импортируем модель. Я сейчас показываю просто маленький... То есть, вы пишете себе комментарии и при этом работаете с кодом вполне нормально. В данном случае мы создавали и сохраняли объекты. И вот вы увидели, что у нас есть за записи. То есть, у нас приходит глубокое понимание. Мы не просто пишем функции и рассматриваем проект. Мы стараемся работать и с инструментом Jupiter от IronPython для того, чтобы использовать командную строку на все 100% с комментариями, документировать и оставлять себе эти документы и повторять. Так придет действительно понимание. Но мы пошли еще дальше. Зная из своего опыта, когда делаешь проект, проект делается, код накапливается, поэтому мы с вами добавили еще один инструмент. Mark Daven. Так как мы его и здесь используем, хорошо было бы его использовать на всю катушку. То есть, мы в проекте создали документацию проекта. здесь, прямо в проекте, когда делая, вы сможете и первая работа с проектом и делать все шпаргалки и вести документацию проекта и вырабатывать свой стиль. мы с вами настроили, чтобы он запускался на другом порту. Допустим, Django у нас запускается на порту 8000, а документация Jupyter на порту значит 8002. В результате не Jupyter, а документация значит Markdown. Перейдем в нашу Wiki. Мы научились создавать документы, создавать, делать настройки и в результате собирать. И у нас полноценная документация собирается в сайт за одну-две команды мы делаем вот это все автоматом делается. Нам надо всего лишь открыть и мы ведем документацию. Вот мы с вами создавали первые страницы. я вам показал чтобы работали вы с этим. Немало важные вещи на этом фронте. Мы с вами у нас подключилась то есть Markdown поддержка в Pichar мы видим что у нас пишется и научились собирать проекты и по сути дела у нас вы ведете документацию но это еще не все мы также добавляем изучение через тестирование использование тестов Django это углубляет наше понимание когда мы можем протестировать наше написанное приложение мы нам приходится обращаться к ID к моделям и нам надо более изысканно то есть писать более подробно что дает понимание хорошее в сумме получается мы изучаем проект как видите добавив довольно большое количество инструментов это круто это действительно дает понимание в сумме с моим подробным объяснением где мы двигаемся шаг к шагу вы действительно будете писать когда-то я тоже начинал потом я уже понял что я могу писать уже и сот сети начал писать со всеми вещами участники где можно подписка отписка ленты новостей все это хорошо для начала надо изучить джанго и этот курс дает возможность изучить джанго действительно на высоком или как сказать правильно глубоком уровне инструменты такие как юпитер как мы рассматривали они дадут вам сохранять код работ с командной строкой глубоко копаться в джанго понимать инструменты такие как маркдаван документирование помогут вам составить хорошие шпаргалки и сопроводить проект ну а дальше мы просто изучаем джанго пишем приложение при этом делаем правильно например застраиваем внимание что статику храним проекты шаблоны в проекты то есть все на основе ошибок которые собраны за несколько лет делаем правильно кроме этого обязательно допустим в представлениях мы будем копаться и в чистом пайто что часто люди думают вот джанго так пишется а в пайто по другому нет это тоже пайто просто мы будем работать с чистыми функциями пайтом чтобы осознавать ну а кто первый раз смотрит для вас сайт в другом будет выглядеть необходимо сайт спб-тут.ру просто спб-тут.ру получить логин и пароль пожизненный кстати вы получаете доступ если идет акция да то и к андроид и к джанго и к другим вещам что можно почитать новые курсы вы видите что курсы добавляются постоянно нажали новые курсы смотрели вот сегодня добавился такого-то числа там семнадцатый год сейчас пока вот это курс да мы рассмотрели настройки раньше как-то меньше этому уделял внимание теперь решил что это очень важно начни здесь нажмите найдите рубрика почему пайто поможет ответить на многие вопросы как изучать язык почему пайто как у себя в голове уложить все курсы по шагам видео уроки код все обязательно получится спасибо за доверие